В День Победы исторический центр Брянска встречает тысячи жителей города полностью обновленным и благоустроенным. Весь город внимательно следил за поэтапным его преображением. Лестница на бульваре Гагарина, Семеновский сквер, Славянская площадь с фонтаном, фасадки на концертного зала «Дружба» преобразились до неузнаваемости. И вот до официального открытия исторического центра остаются считанные минуты. Обновленный исторический центр Брянска открыт. Первые лица области и города проходят по главной лестнице Брянска. Здесь для гостей выступили творческие коллективы, художники представили свои картины. Песни, стихи и музыка звучали от сквера Карла Маркса до Славянской площади. На ремонт лестницы из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. На капитальный ремонт Семеновского сквера 30 миллионов рублей. Сквер «Дружба» обошелся городу в 40 миллионов. Реконструкция Славянской площади проведена при участии инвестора. Мы действительно сегодня на деле говорим о том, что мы помним свое прошлое, дорожим настоящим и с оптимизмом смотрим будущее. И вот сегодня здесь можно привести параллель, хорошую параллель, когда также наши меценаты, депутат Брянской областной думы Алексей Валерьевич Кубарев совместно с властью города, с областью, с федеральным финансированием и его часть, это его, вот эта площадь, этот фонтан, лестница за областные деньги, Семеновский сквер за федеральное, ДК «Дружба» за областные и второй сквер, который мы видим перед нами, они за городские. Вот такое вот хорошее, знаете, как общее дело, которое мы сегодня сделали все вместе, а сделали для того, чтобы наши жители, наши дети могли здесь гулять, отдыхать. Город Брянск – это лицо нашей области, и здесь развивается промышленность и бюджет и все остальное. Поэтому у нас задумки еще на перспективу, значит, сделан проект на обустройство Десны, размывку песка от понтонного моста и до черного моста, где-то миллион кубов, которые пойдут на объездную дорогу с первого Брянска на второй Брянск. Эта дорога нужна, чтобы разгрузить улицу Калининой, советский район. Поэтому мы будем этим вопросом заниматься. Глава региона и председатель Брянской областной думы поблагодарили всех, кто принимал участие в реконструкции и вручили почетные грамоты. Заслуженные награды получили дизайнеры и строители. Это огромное количество людей, это подчеркивает единение нашего брянского народа, который, как говорится, вот так пришел сюда по доброй воле, для того, чтобы поблагодарить и строителей, поблагодарить, в первую очередь, администрацию, поблагодарить всех тех, кто приложил именно, как говорится, свои средства, финансовые усилия. Торжественное открытие именно в 9 мая, как очередной этап победы для города, для его жителей, для каждого гостя города. Эта площадь была открыта. И я вам точно скажу, что 3 июня-то вновь очередной раз будем здесь, на набережной, на берегу реки Десна, с детьми, с гостями, ловить рыбу, концертную программу сделаем. После торжественной церемонии на Славянской площади начался праздничный концерт. На набережную съехались тысячи жителей и гостей Брянска. Кто-то прогуливался по обновленным аллеям, кто-то наслаждался видами на Десну. Теперь здесь есть, где прогуляться всей семьей. Детям очень нравятся фонтаны, особенно когда потемнеет. Сейчас с подсветкой будет корабль. Смотрим камушки, прямо впечатление, знаете, морской берег. Все нравится, нет слов. Просто счастье, я не знаю, за грани фантастики. Отлично, все нравится, красиво. Детям вообще восторги, дети. Вам нравится? Да. А как вам нравится? Ура, ура, скажи! Ура, ура! Особое внимание, конечно, новому фонтану в центре Славянской площади. От него восторги и дети, и взрослые. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сделать яркие фотографии. Грандиозная реконструкция завершена. Исторический центр города встречает жителей и гостей Брянска обновленным. Здесь красиво не только днем, но и в вечернее время. Сейчас зажгутся десятки фонарей. Фонтан начнет сиять разными цветами. Люди уже стараются сделать снимки на память. Набережная, безусловно, станет самым популярным местом отдыха для горожан. Екатерина Зойдина, Сергей Любецкий. События. Брянск.